Короткое образовательное видео на тему облигаций и ликвидности. Поехали! Облигации и АФК-системы. Вы видите, у меня их 332 штуки, у меня плюс 4% доходности, были по 972 рубля, стали по 1012 рублей, как мы видим с вами здесь значение. И я хочу их продать. Посмотрю, 1012 рублей, 90 копеек, прекрасная цена. Продам-ка я их все. Но смогу ли я это сделать и смогу ли я это сделать по данной цене? Давайте с вами смотреть. Мы идем с вами сюда в стакан и видим, вот тут у нас сверху все желающие продать. Вот тут я 50 бумажек аккуратненько так встала и пытаюсь продать. Вдруг найдутся желающие по заданной мной цене. Но что мы с вами видим ниже? Ниже с зеленым цветом у нас есть желающие купить, а посередине черным цветом цена, по которой хотят приобрести данные бумаги. То есть сейчас 6 бумаг готовы купить за 1012 рублей 90 копеек. Еще тут появилась заявочка 3 бумаги готовы купить по 1013 рублей. Еще 23 бумаги готовы купить по 1012 рублей 80 копеек. И так далее, далее по одной 5 бумаг, 14 бумаг. В общем, стоит здесь у нас с вами заявки. Но если мы с вами суммируем все эти зеленые цифры, то есть это количество бумаг, которые готовы купить инвесторы по данной цене, мы увидим, что 300 бумаг у нас не набирается. Соответственно, я даже не могу продать все 300 моих бумаг прямо сейчас в моменте. Но ладно, с 300 бумагами. Допустим, я решу продать все, что вот здесь вот есть. То есть собрать весь полностью стакан всем желающим, кто хочет купить, я готова продать. Что я дальше имею? Я имею ситуацию, при которой, чтобы выйти из моих бумаг, мне придется их продавать потихонечку с дисконтом. Сначала я их продам по 1012 рублей и 9 копеек. Потом по 1012 и 8. Потом у меня, видите, 1009 рублей, 1008 рублей, 1004,8, 1004,7. И так я туда скачусь вниз по 994 рубля. И таким образом, собственно, ничего хорошего у меня не выйдет. Эту доходность, которую я себе запланировала, которую технически вы видите вот здесь вот в терминале у брокера, вы получить просто не можете. Потому что желающих купить по этой цене нет.